всем привет вы на канале крипто комманс с вами green to the moon и мы мчимся с горы не поверите куда на крипто рынок мы мчимся с вами на крипто рынок потому что вы здесь конечно же в первую очередь для того меня смотрите чтобы я вам рассказывал показывал свои мысли по поводу биткойна альткойнов трейдинга своих позиций точек входа стоп лоссов так ли это я думаю что так иначе бы меня просто не смотрели поэтому ребятушки очень важно как я всегда неустанно повторяю заниматься еще чем-то кроме трейдинга если вы торгуете вот если вы не торгуете это молодцы ходите на здоровье просто нельзя торговать постоянно каждый день 24 часа на 7 то есть можно но результативность этого будет стремится к нулю а скорее всего отрицательно так что вот еще один раз могу повторить этот совет очень ценный на самом деле не переторговывайте почаще отвлекайтесь от рынка смотрите что происходит путешествуйте занимайтесь спортом конце концов просто гуляйте с семьей там и так далее выделяйте внимание близко такие банальные вещи но они достаточно очень важные вот а я чего погнал собственно у меня первый день я нашел тут новый курорт который все еще работает называется сан мартин и вот я уже куда-то в лес заехал так что все ребятки ставьте сходу лайк если вам нравится такой формат разбавления крипто контента немножко всяким тревелом ставьте лайк и чё погнали разбираться что там у нас на рынке в общем я сейчас все так склею как будто чуть не сбил девушку как будто бы я такой хоба и сразу на рынке оказывается оп и смотрите по щелчку пальца буквально во мгновение ока я уже сижу перед вами видите даже еще не успевший переодеться вот хотя на самом деле шучу уже прошел целый день я вчера приехал просто сразу же срубился спать это в семь часов вечера потому что ребята спорт спорт всему голова и так спасибо нашему отзывчивому комьюнити в телеге я вот буквально сколько полчаса назад сделал голосование стрим или видос вот в чем вопрос и я вижу что даже я сам проголосовал за стрим но все таки большинство из вас пускай не самое значительное но 61 процент сказали что видос поэтому будет видос как вы его попросили кстати подписывайтесь нашу телегу обязательно ссылки все на экране под этим видео будьте бдительны много скамеров сейчас под видом блогеров делают другие телеги там разводят на баблишка в общем это не мы у нас все бесплатно никаких сигналов випок и прочего говна так что добавляйтесь обязательно в правильную телегу и так друзья лайткоин начал тузыму нет смотрите 86 процентов уже грине принес за пару дней в любой непонятной ситуации лангуй лайткоин на инверсе на байбите кстати где сейчас идет да был с аути ребята вы же знаете прекрасно я же вам уже все уши прожужжал так что если вы еще не добавились нашу команду на самой замечательной бирже байбит то у вас есть на это три с половиной дня друзья чтобы перейти по ссылке из описания или по qr-коду который видите на экране и добавится в нашу команду вот у нас уже 23 человека мы уже прошли минимальный порог так что все круто команда никуда не денется вот команда называется сэл бай собственно сэл хай бай лоу это то что мы должны с вами делать видите сэл значок доллара бай значок биткоина it's all in a mind как говорил джордж харрисон в мультфильме yellow submarine если не видели кстати обязательно всем рекомендую к просмотру с детьми с бабушками это величайшее произведение искусства ну ладно не будем отвлекаться больше на разговоры о вечном давайте перейдем на графики и посмотрим что же все таки происходит у нас с криптушечкой и так биткоин и из детей друзья все идет глобально по плану недельный таймфрейм мы с вами находимся в бычьем рынке о чем свидетельствуют в принципе все показатели включая money flow индикатор market cypher да который показывает нам что мы находимся в зеленой стадии рынка хотя конечно давайте не будем еще пренебрегать тем что мы видим здесь конкретно уменьшение этой зеленой волны да то есть это в принципе это уже свидетельствует о потенциальном снижение силы покупателей назовем это так вот с другой же стороны знаете здесь тоже был вот такой вот горбик после этого это нам не помешало вот здесь найти локальное дно на 30 тысячах и развернуть money flow и соответственно цене сделать еще чуть более чем x2 вот так что в принципе пока паниковать рано также об этом свидетельствует о том что мы в бычьем рынке сеточка и my ribbon которая выступает как поддержка посмотрите как поддержка и цена все время от нее отскакивает наверх поэтому основной сценарий сейчас такой что ребята мы ждем наверх конечно же мы ждем наверх но возможно с проколами возможно будут еще проколы хотя вообще похоже что вот уже вот это смотрите вот это и был этот на самом деле вот это и был прокол и все мы летим наверх to the moon to the moon ребята all in 200k вот они на блюдечке буквально уже понимаете стучатся в двери но это не точно как говорил наш друг хамаха поэтому тут как бы чё это мы смотрим старший таймфрейм господи скажите игорий ничего там сможет что три года ждать ну кстати обещанного три года ждут давайте посмотрим локальную ситуацию давайте конечно же сделаем это друзья скажу я вам и что мы тут видим в локальной ситуации опять же лак для кого локальная для кого среднесрочная 30 минутный таймфрейм мы видим что мы с вами выпав из этого да вот из этого аптренда вот здесь вот явно мы из него выпали да это можно еще как и восходящий клин расчерстить и по идее если это восходящий клин был да то у идеи опять же тогда это рисуется вот так вот и цель из этого паттерна это дно этого клина то есть все еще технически биток смотрит вниз это все отскок типа и дальше по зигзагу грубо говоря куда-нибудь на 53 там на 52 тысячи такой вариант все еще ребят на балансе вероятностей но пока что это сдерживает вот здесь у нас была сильная плита посмотрите достаточно сильно откупили и пока цену ниже не пускают вот видите плюс еще тут был такой якобы медвежий треугольник вот этот вот да но он в итоге не пробился вниз он пошел наверх поэтому что здесь сейчас стоит ожидать во первых давайте натянем вот эту локальную фибку посмотрим мы ну в принципе мы откорректировались уже прям точно до 0 618 уровня то есть смотрите что я имею ввиду вот у нас был импульс вниз здесь нашли поддержку и мы отскочили точно в золотой кармашек посмотрите то есть что я хочу этим сказать если мы сейчас не сможем пробить уровень 62 62500 примерно одну 62430 где-то если быть точно 62 с половиной тысячи да то все ребят то как бы это всего лишь коррекция в зигзаге и мы пойдем вниз скорее всего дальше но вот буквально сейчас опять же все решится вот я думаю прям через несколько часов если мы сможем пробить этот уровень пойдем выше то все ребят это это фибоначи отменяется но если не сможем то скорее всего это будет прекрасный шорт локальный опять же и вы знаете что в долгу биткойн победит и я думаю что он будет стоить и миллион долларов и сто миллионов долларов это вопрос времени но мы скорее всего не застанем это но наши внуки или правнуки я думаю что застанут лет через сто биткойны по 100 миллионов долларов вопрос только в том что они смогут купить на этот на на миллион долларов коробок спичек нас на 10 тысяч долларов я думаю смогут купить прикол смотрите в чате кто-то спрашивает это кто на меня вот я я выложил кружочек и кто-то спрашивает это кто нормальные люди нас подписаны криптотрейдер ты вообще как чем смотришь вот я просто кашу под криптофейса немножко видите готовлюсь к интервью уровню криптофейса вот наращиваю депозиты и так как говорится все более скрываю свою физиономию но это все ерунда ребята главное то что главное то что главное то что мы находимся сейчас четко вот как что называется in the middle of nowhere в середине ничего кстати как как это перевести литературные на middle of nowhere как бы посреди посреди пустоты вот и действительно посмотрите у нас тут есть достаточно сильный сбор ликвидации выше собственно вот выше этого уровня которым я вам и говорил 62 400 62 500 и есть также ликвидации лонгов ниже то есть здесь на липлик для тех кто не понимает это карта hit map называется карта жары карта карта жары так и переводится на горячая карта здесь мы видим назовем это так стоп лоссы хотя по сути этой ликвидации но если вы будете изучать вопрос вы со временем поймете что это одно и то же вот здесь мы видим огромное количество стоп приказов заявок которые грубо говоря отработают если цена пойдет туда то есть здесь ликвидирует кучу лонгов то есть грубо говоря принудительно продадут ваши позиции здесь соответственно ликвидирует кучу шартов то есть принудительно купят наоборот ваши позиции точнее вас заставят это сделать у вас их наоборот получается вам их продадут дороже чтобы вы купили дороже или же вам их тут на соответственно у вас их купят дешевле чтобы вы продали дешевле понимаете то есть грубо говоря биржевые маркет мейкеры умные трейдеры и все такое, торгуют против вас, против нас, хомяков, чтобы мы сливали бабки. Это, по-моему, понятно и так, да? Вот, поэтому здесь стоит куча лудоманов и в ту, и в другую сторону. Посмотрите, какая симметрия. Вот. И, в принципе, что мы видим? Мы здесь в прошлый раз дошли вот до сюда, но ниже не сходили. Теперь, возможно, что, конечно же, это значит, что все, как бы мы собрали достаточно ликвидности вниз, пора собирать ликвидность вверх. И вроде как мы идем туда. Напишите свой ответ в комментариях, пожалуйста. Как вы думаете, куда пойдет цена, в первую очередь? Все-таки, вниз или наверх? А мы потом проверим ответы и сравним, как сентимент отработал, насколько были правы, да, большинство или неправы. И, кстати говоря, я вам хочу напомнить, что вы таким образом, ребята, автоматически участвуете в розыгрыше крипты, который у нас проводится, друзья, в честь пробития 100 тысяч подписчиков. Уже даже 102 с кепкой. Поэтому, друзья, большое вам спасибо, что вы добавляетесь. Мы самый старый канал, кстати, по крипте в русскоязычном сегменте. Так что пишите хорошие комментарии. Так, вот, давайте-ка посмотрим еще, что у нас на криптобаблс сегодня. Криптопузырьки наши любимые. Так, ну здесь все более-менее нейтрально. Посмотрите. Какие-то монетки растут, какие-то падают. Ну, чуть больше, может, падают. Но в целом плюс-минус все стоит на месте. То есть, каких-то крышесносных иксов я не вижу. Я вижу плюс-минус 1-2%. Грубо говоря, сегодня на рынке флэт. Неделька у нас все-таки больше красная. Посмотрите. За неделю действительно многие монеты пролилились на 10, на 15, даже на 20%. Ну, вот есть случаи противоположные, такие как попкэт плюс 37, ом плюс 12, кстати. Респект всем, кто в оме еще. И я предупреждал, что шортить его аккуратнее сейчас, потому что он растет. О, кстати, надо будет продать еще пару тысяч монет уже по цене 1,37. Вообще шикарно. Потому что мне, я вам говорю, мне эти омы достались, считай, по 2 цента. Я их покупал. И потом застейкал еще икс 2. То есть у меня уже на них 130 иксов, как бы. Ну, грех не продать. Вот. Чего я вам всем желаю, кстати. Додерживать свои монеты до 100 иксов. При этом, смотрим на месяц. Посмотрите, все абсолютно бычье. Просто все пузыри зеленые. Тут хекс 355%. Кстати, скам дикий. Этот Ричард Харт. Осторожней. Попкэты, шмопкэты, суи, тао, фтт. Напишите в комментариях также, какие монеты вы уважаете, какие торгуете, в каких засели, из каких вышли. И, как правило, кстати, покажут практики, вот те, из которых вы вышли в дикие убытки, вот те и начинают помповать сразу, понимаете, да? Помните, как в случае с ОМ я вам показывал, что... Вот, посмотрите, это очень поучительная история. Вы думаете, мне так легко удалось додержать ОМ вот в этой просадке? Ребята, я вам скажу, что меня спасло. Меня спас стейкинг. Слава богу, что я вот здесь вот ОМ, когда он же падал еще. Мы здесь ждали W, кто помнит 22-й год. Мы вот это вот ждали. Но это не произошло. О, и здесь многие слили в убыток. Кто... И ладно, еще здесь. Многие держали, держали, докупали, усредняли, слили все в такой убыток вот здесь вот, понимаете? Вот. И опять же, не было же гарантии точно, что ОМ будет расти, как и любая другая монета. Но в итоге посмотрите, как терпение вознаградилось, да? То есть, еще раз говорю, сейчас очень многие альткоины, которые вы держите, выглядят вот так, согласны? Вот уверен, что согласны. Если действительно так, ставьте лайк, пожалуйста, потому что это реально очень помогает не только мне, но и вам пампить крипту в массы, а не только наш канал. Так вот, мораль всей басни такова, если вы находитесь вот здесь, ребята, пожалуйста, не продавайте свои альткоины. Хотя, конечно же, зачем я так говорю? Продавайте, продавайте, мы же хотим зарабатывать-то, понимаете? Мы у вас их тут скупим, вот в чем дело. И потом начнется вот это. Поэтому, кстати, ОМ выглядит все еще очень побычи, поэтому я бы не торопился его продавать. Опять же, акции MicroStrategy. Помните, мы говорили с вами? Это очень важно, ребята, понимать. Очень важно понимать. Для тех, кто не видел, кстати, у нас вышел недавно подкаст, огромный большой подкаст на канале от Майкла Сейлора на 2,5 часа, ребята. Обязательно посмотрите. Уже 3000 просмотров и всего 170 лайков. Я не понимаю, что происходит, ребята. Неужели? Вы понимаете, какой труд потратили? 2,5 часа. Ребята, перевели для вас. Причем литературнейшим языком, не побоюсь этого слова. Короче говоря, Майкл Сейлор перед вами. Вот это физиономия. Вы знаете, кто это такой вообще? Да, ребята, это Уоррен Баффет нашего времени. Это человек, который, компания которого, MicroStrategy, занималась там всяческими рисковыми инвестициями и прочим, на пузыре доткомов она выдала здесь невероятнейшие иксы, посмотрите. Но после этого, это был 99-й год, чтобы вы понимали. Многие из вас еще не родились, наверное. Ну, некоторые из вас, ладно. Не многие. Все-таки в основном меня, кстати, смотрят. Напишите еще, если будете писать комментарии, с какого года вы рождение и с какого года в крипте. Это тоже интересно узнать. Вот, ну, тем не менее, я знаю, что некоторые смотрят миллениалы. Вот, вас еще не было, друзья, когда были вот такие пампы-дампы на фондовом рынке, понимаете? Возможно, ваши родители на этом зарабатывали или теряли. 5000% был скачок, еще до крипты. Дальше, смотрите, что это очень важно понимать. Месячный таймфрейм. Дальше. Практический скам. Ну, тогда на фондовом рынке все так сделало. Тогда так сделал и NASDAQ, и S&P, и Apple, и Amazon, и Google, понимаете? И все думали, что это скам. Дальше, смотрите, что бумажка лежит 20 лет в накоплении. Ну, то есть, нет, она там, конечно, ходит, что-то делает. Там, конечно же, кто-то даже на этом что-то зарабатывал. Вон, бумажка лежала, ходила от 0,20, от 20 центов до, понимаете, 20 баксов. Нифига себе она там ходила. Еще на 100 иксов. Но, all time height у нее был 330 баксов, а тела свеч были на 150, видите? Ну, и что вы думаете, вот здесь, где желтая стрелка нарисована? Вот здесь вот Майкл Сейлор. Еще раз скажу, вот этот вот гениальнейший человек, гениальнейший предприниматель. Посмотрите обязательно видео, на паузу нажмите, поставьте в отдельной вкладке, откройте, сейчас оно у вас сверху появится. Это очень крутой чувак. Потому что вот здесь он не побоялся, ребята, и взял на себя риски и ответственность перевести 100% активов компании в биткоин. 100%! Вы вообще можете себе представить, 100% активов компании MicroStrategy были переведены в биткоин. Посмотрите, что график после этого делает. Просто бумажка улетает снова с 10 долларов уже на 170, на 190, на 200 даже она сходила. И вы понимаете, что сейчас MicroStrategy это самая доходная компания из всего индекса S&P 500 вообще, в принципе, вы это понимаете? MicroStrategy взяли в S&P 500 и они обогнали даже Nvidia. Вы можете это понять, друзья? Это просто крышеснос. Вот перед вами график Nvidia. Посмотрите, как фондовый рынок ходит. Вы видите, что у нас на крипте с вами таких движений сейчас нет. Nvidia улетела с 0,7 на 100 с чем-то баксов. Так вот, MicroStrategy обогнала ее по доходности, друзья. Так что, еще раз вам говорю. Это не значит, что любой щиток из ваших будет стрелять. Нет, скорее наоборот. Но умение додержать монету дорогого стоит, ребята. Дорогого стоит. Что еще? Из актуального дерьмеца. Hamster Combat я лонгую на всякий случай. Ну, не верю я, что... Ну, как бы, смотрите. Сейчас все хомяки слили свои 15 баксов. Забыли, как страшный сон. И что, вы думаете, на этом все? А я думаю, нет. А я думаю, что сейчас нарисуют свечку бога. God Candle какой-нибудь так называемый. И хомяки тут побегут снова покупать Hamster Coin уже в 10 раз дороже. И потом опять его обрушат. Поэтому я лично, дисклеймер, не финансовый совет, конечно. Но я жду вот какого-то плюс-минус такого сценария. По Hamster. Что еще? LightCosha мне нравится, как пошел. Посмотрите. Во-во-во-во. Я по Hamster жду, что мы где-то вот здесь сейчас как раз. Вот в самых низах. LightCosha пошел. Причем у него, смотрите, на часе RSI уже достаточно перекупленный. Ну, блин. Но мне нравится LightCoin. Я вам много про него рассказывал у нас на канале. И я все еще думаю, что мы внизу по LightCoin. Ну, посмотрите сами. Мы нас так сильно задампили. Мы были на трехзначных числах. И это все-таки это LightCoin, ребята. Это даже не Dash. Хоть я и очень люблю Dash. И там какой-нибудь. Что вы еще любите? Там какой-нибудь. А, там Dot. Да. Но все-таки вы поймите, что LightCoin на рынке уже много-много лет. LightCoin это чуть ли не родной брат биткоина. Понимаете? И не форк никакой, не клон. А именно брат. И, ну, он глобально находится на дне, как бы. Мне это ясно. Возможно, он еще по-аутсайдит какое-то время. Но потом все равно будет выход наверх. Поэтому, друзья, торгуйте аккуратно. С холодной головой, пожалуйста. С расстановочкой. С умом. С сообразительностью, как птица говорун говорит. Вот. А я поеду кататься на сноуборде. И буду очень рад выйти в стрим. Сегодня еще попозже. Видимо, уже ближе к ночи по Москве. Потому что у нас с вами разница 6 часов. Ну и напоследок, что могу сказать. МНТ из всех биржевых токенов. Он, конечно, типа не биржевой. Но мы все все понимаем. Блин, МНТ выглядит сочнее всего. Посмотрите. Битгет уже хаи переписывает. Фемикс токен уже хаи переписывает. Кстати, всем респект, кто забрал с этого иксов. Понимаете? А МНТ, я уж прошу прощения. Я молчу про BNB. Ку-коин-шерс, гейт-токен. Все достаточно ровно растет. МХ-токен тоже. Посмотрите. В принципе, растет. Ну. Кстати, тоже сейчас пробил поддержку. Я думаю, что можно его где-то будет плюс-минус откупать. Но МНТ, ребята, он же даже расти не начинал. Поэтому, на мой взгляд, это прям хидден гем. Я думаю, что надо брать МНТ-шку вообще там прям на две котлеты. Ну, аккуратненько, конечно. С дисклеймером, с плечом. Но потихонечку надо. Это мое мнение. Ребята, как бы не финансовый совет. Но все ссылочки в описании. Вступайте к нам в нашу движуху. О, аудио. Последняя монета на сегодня. Аудио. Мой любимый проект, опять же. Поддержан. Мой любимый проект. Если кто не знает, аудиос – это вам не хухры-мухры. Это как минимум мухры-хухры, как говорят мои друзья из Питера. Это офигительная музыкальная соцсеть. По типу Саундклауда, Спотифая и прочих. Только тут все по-человечески, бесплатно. Легализировано пиратство. Все, как я люблю. Можете заливать свои ремиксы. Можете заливать хоть БСМ и Мучо сюда. И монетизировать это все через аудиокоины, ребята. Поэтому обязательно подписывайтесь на наше аудио. Ссылка будет в описании. Аудиос ко. Если я забуду ссылку вставить, то, пожалуйста, вставьте кто-нибудь из админов, кто будет смотреть это видео. Я вас очень прошу. Подписывайтесь на наш аудиос, кто из России через VPN. И пользуйтесь. Есть, кстати, музыкальное приложение. Есть у них приложение в телефон. Аудиос. Вот оно. Я подозреваю, что оно и без VPN прекрасно должно работать у вас. Проверьте, пожалуйста. И обязательно добавляйтесь к нам на страничку. I guess I think so. Вот. Да. И я хотел взглянуть на график этой монеты, потому что я лично очень побычно на нее настроен. И обратите внимание, на прошлой бычке она ходила на 5 баксов. На 5 баксов. Вот. 4,98 с половиной. А сейчас стоит меньше 20 центов. 13 центов. Охренеть. И выглядит, смотрите, на недельке, как будто мы все еще красные на дне. А на самом деле, если мы приблизимся на часовик, то там уже идет памп. Там уже идет памп. И мы видим, что аудио сделало вот 13-процентную свечку за час буквально. Ну, за 2 часа. Понимаете? А, нет. За 2 часа тут даже 20 процентов, ребята. Поэтому, слушайте, ну что, сейчас вот прям сейчас впрыгивать в лонги я бы не рекомендовал. Маржинальные в такие, во фьючерсные скорее. Как инвест позицию на спот, я считаю, что все еще дешево. Даже 20 центов будет все еще дешево вот здесь. Поэтому, ну, лонгануть на откатике можно где-то попробовать. Сейчас, если коррекцию какую-нибудь нарисуют, там на... Опять же, фипку накинете вот на этот памп. И посмотрите там у себя, как это может отыграть. Ну, и по уровням просто ее ловите. То есть, сейчас в лонг лучше не ловить. Шорт скальп, может быть, да. А потом вот вам 0.23, 0.35, 0.5, 0.61, 0.8. Ну, вот ниже 0.61, 0.8 не должны уйти. Я бы купил чуть-чуть здесь, здесь. Ну, опять же, дисклеймер, не финансовый совет, ребяточки. Все ссылки в описании. Добавляйтесь обязательно к нам в команду на Bybit. Будем торговать вместе, соревноваться за крутые призы. Вот. И все будет круто, дорогие мои. Держите крепче свои монеты. Торгуйте аккуратно, с холодной головой. А у меня на этом все. С вами был Гринч. Все ссылочки в описании. И скоро увидимся. Пока-пока-пока. Ну что, всем привет. Вы на канале CryptoCommerce. С вами Гринит Узэмун. И я снова сноубордил. Оу, фак. Вот так и начнем. Вот так и начнем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok